Известно, что Эйнштейн ввел постулатом неизменной скорости света в любую сторону и объяснил это введение некоторыми соображениями. И стали повсеместно в науке использовать одинаковую скорость света. Но объяснил Эйнштейн это не доказательством, а отсутствием опровержения. Вот этих соображений как раз я сейчас изложу примерно суть этих соображений. И вот как вот он пришел к постулированию неизменности скорости света в любую сторону. Все основано на синхронизации часов, которые он принял. Так как в конечном итоге любая синхронизация, вернее не любая эйнштейнерская синхронизация сводится с установкой в точке времени, которая затрачивает свет на прохождении пути от исходной точки до нужной точки и назад, поделенная пополам. То есть фактически устанавливается средняя скорость в точке движения света. То есть свет из нулевой точки идет до точки какой-то Х и возвращается. Вот находится средняя скорость и вот именно время прохождения этой средней скорости и установлено в этой точке Х. Ну вот это хорошо видно на диаграмме, пространственной и временной диаграмме в координатах Х и Т. Ну вот если у нас свет идет со скоростью какой-то С с минусом, то есть который меньше скорости света, средней. Как мы обнаружим вообще какая скорость движения на самом деле? Фактически никак. Мы должны установить одновременность в каких-то двух точках 1 и 2, например, и после этого как бы засечь на часах время в точке 1, в точке 2 и измерить скорость. Что при этом делается? Если мы синхронизируем по Эйнштейну, то фактически мы в точке 1 вот при подходе сигнала устанавливаем время, которое потратил свет со средней скоростью. То же самое и в точке 2. И фактически мы измеряем время прохождения между двумя часами со средней скоростью света, не со скоростью С с минусом. То же самое и если скорость больше скорости света, средней. Точно так же опять мы там уже уменьшаем эту скорость до средней. Ну это известные вещи. И получается у нас как бы свет движется всегда со средней скоростью света. Поэтому Эйнштейн как бы сделал предположение, что при использовании данной синхронизации фактически не отличить, с какой скоростью движется свет на самом деле. И поэтому нет смысла рассматривать другие скорости света и использовать всегда среднюю скорость света. И, значит, было предложено, значит, ученым как бы обнаружить какой-то эксперимент, в котором бы проявилось бы вот это, если использовать неодинаковую скорость света, проявилось бы в результатах эксперимента. Ну вот проверяли, проверяли его за 100 лет, пока не нашли таких экспериментов, где это проявилось бы. Но на самом деле вот я вот предполагаю, что все-таки вот это красное освещение очень просто объяснить именно разными скоростями света. То есть отличием от средней скорости света, скорости сигнала, который идет нам от дальних галактик. То есть, значит, вот я попробую получить с помощью разных односторонних скоростей света, в чем я выбираю не просто разные в одну сторону и в другую сторону, а разные как бы относительно какого-то наблюдателя. К наблюдателю. От наблюдателя одна скорость, к наблюдателю другая. И так по любому направлению. То есть это как бы не совсем анизотропия. Это отличие по направлению к наблюдателю. А анизотропия и анизотропия, это ведь при смещении на угол. Поэтому это не совсем, опять повторяю, анизотропия скорости света. Ну вот, если удастся получить, например, и объяснить красное смещение вот этими разными односторонними скоростями, то тогда, значит, естественно, стоит вопрос, а правильно ли действительно объяснено красное смещение, ну как объяснено сейчас в науке, и нельзя ли действительно использовать вот эти односторонние скорости при решении многих проблем. Потому что, может быть, упускается возможность при решении многих проблем вот эта разница в односторонних скоростях света. Но на самом деле вот получить красное смещение просто элементарно. Там просто элементарнейшие формулы, которые я даже не могу понять, почему до сих пор как бы не заметили. Ну вот, я предлагаю вот рассмотреть дальнюю галактику. Ну вот, предположим, естественно, что скорость света от дальней галактики, в том месте, где она располагается, С с минусом, которая меньше скорости света. Ну и тогда времени прихода переднего и заднего фронта волны, который пойдет к нам, дельта С, деленная на, естественно, С с минусом. Если взять длину волны, дельта С. Мы же можем не весь спектр брать, а просто взять какую-то одну длину волны и ее исследовать. Ну вот. На Земле мы воспринимаем это время как прохождение, ну, то же самое время, прохождение световым сигналом с двухсторонней скоростью света. Или есть другая возможность, что как бы скорость света меняет свою величину, односторонняя скорость света меняет свою величину с расстоянием. И при приближении она как можно ближе приближается к двухсторонней. Это другая возможность. Ну вот. Предположим, значит, эта вот односторонняя скорость света изменилась в районе Земли и стала она практически двухсторонней. Тогда, естественно, мы замечаем ее уже эту длину волны должны измерять в двухсторонних скоростях света. То есть взять вот это время полученное от односторонней скорости и умножить на двухстороннюю скорость света. Значит, что получилось? Получилась у нас длина волны другая. Увеличилась она, поскольку скорость света стала ведь больше. Значит, соответственно, частота уменьшилась. Вот получили красное смещение. То есть вся сложность в этом. Значит, но это мы получили пока без объяснения, почему скорость света может меняться. Вот односторонняя. Просто получили сам факт, что если это есть, то есть красное смещение. Теперь надо попробовать получить, почему меняется эта скорость света. Я предлагаю тогда построить такую некоторую теорию, как бы ввести свою синхронизацию, поскольку синхронизация в двухсторонних скоростях света она не очень подходит, поскольку мы уже принимаем, что скорости света-то разные в разные стороны. Поэтому надо принять такую синхронизацию, которая бы исключала двухстороннюю скорость света из рассмотрения. И вообще лучше бы было исключить эту скорость света как бы из рассмотрения. Но в результате эксперимента она должна проявляться все-таки. Ну и поэтому я предлагаю, ведь синхронизация это же какой-то договор, то есть мы договорились, что в этой точке считаем ноль и в другой точке считаем ноль. Вот как определить, что там и там ноль? Должна быть синхронизация. А синхронизация, значит, если проводить ее, например, в одной точке с выходом светового сигнала, а другая точка принимает этот сигнал и там ноль мы устанавливаем. Значит, с выходом ноль и при приеме ноль. Вот и вся сложность синхронизации. То есть без расчета в средней скорости, как у Эйнштейна. Ну, естественно, Эйнштейновский вывод – это синхронизация, сделанная синхронизация по Анкаре. В принципе, одна в другую переходит. Ну вот, если все-таки принять вот эту синхронизацию, какую предлагаю я, то для всех процессов она сразу не подходит. Это понятно. Поскольку идут сигналы в разные стороны, и поэтому синхронизацию можно проводить для какого-то одного процесса, то есть для движения в какую-то одну сторону. И вот рассматривать только этот процессик. Значит, с другими процессами как бы этот процесс пока не связан. Связи это уже как бы отдельно надо рассматривать. Пока бы разобраться просто с одним процессом. Ну вот. И тогда, значит, чтобы хотя бы для одного процесса это все сделать, значит, предлагаю, значит, ввести такую координату времени, которая полностью учитывала вот эту синхронизацию. Значит, вот берем две точки, точку М1 и М0. Значит, сигнал идет из М0, например, в М1. Ну тогда вводим для координату времени для точки М0 ТМ0, а для точки М1 ТМ1. Ну, связанная вот такой формулкой. Если мы находимся, значит, ну, наблюдатель находится в точке М0, а сигнал идет из М1 в точку М0, то тогда вводится вот такая формулка для М1. Ну вот. Ну, естественно, тут расписано, что это за буковки. R – это, естественно, расстояние между точками, измеренное в соответствующей скорости света. АС – это соответствующей скорости света. Ну вот, я тут пояснил, почему, что мы вводим. То есть, просто убирается время на преодоление светового расстояния между точками. Поэтому, как бы, убирается из рассмотрения фактически скорость света. Двухсторонняя и односторонняя. Но, тем не менее, она входит в формулу. Что и скажется на эксперименте. Ну вот. Ну вот, я написал, что R плюс и R минус – это и вклидовое расстояние длина между рассматриваемыми точками в единицах, отложенных, соответственно, скоростями C плюс и C минус. Ну, всем известно, как откладываются единицы расстояния. Они измеряются скоростью света. То есть, некоторое время в секундах и расстояние, которое пробежит скорость света. Ну, а тут она, я имею в виду, световой сигнал бежит в определенную сторону. И вот, естественно, будут, если скорости разные, то и единицы будут разные. Ну, тут некоторые упрощения для в обозначениях, чтобы, как бы, не особенно путаться с точками М1 и М0. Поэтому я, как бы, точку М1 это QX, время для точки М1, а время для точки М0 это просто Q. Ну, чтобы еще отличалось, как бы, от обычной, от пространства Минковского, ну, и, соответственно, пространства событий, там у нас буковка Т, а тут буковка Q. Вот и все. Значит, ну вот, нас ведь волнует зависимость односторонней скорости света от координаты X, то есть, как она уменьшается, увеличивается, в какую сторону. Ну вот, и мы будем искать, значит, эту зависимость. С минус поделить на С, ну, это какой-то F от X, от X минус, то есть, измеренные, координаты измеренные в единицах этой скорости света, которая движется на нас, то есть, из точки М1 в точку М0. Ну вот, ну, известен всем в пространстве Минковского в двухсторонних скоростях как выглядит интервал. Это всем известная формулка. Ну, я, естественно, не использую Y и Z, потому что, как бы, ну, сейчас пока это необязательно, достаточно одного X для пространственных координат. Ну, вот, это самая обычная формула. Теперь мы смотрим что у нас стоит в виде дифференциалов DX и DT. Вот DX. Как можно его преобразовать? Номножаем и делим на C, домножаем и делим на C с минусом и C с минусом. Сгруппировали. Вот такая скобочка, это есть преобразование вот этого DX в DX с минусом. То есть, DX измеренная в двухсторонних скоростях C. Если разделить DX на эту скорость, это будет время в двухсторонних скоростях, но умноженное время на одностороннюю скорость, оно даст длину в односторонней скорости, то есть DX с минусом. Ну, а как бы, это мы уже приняли, что C с минусом поделить на C, это буковка F. То есть, легко преобразовали DX в DX с минусом. Ну, вот, теперь мы рассмотрим выражение для времени. Вот, для точки Х у нас, мы берем, поскольку приближение на нас, то есть, от дальней галактики свет идет к нам, то берем эту формулу. Ну, здесь Q, вот это, Q, это есть, как бы, в пространстве Менковского и в пространстве событий, это T. Ну, вот мы смотрим, чему равно это T. T, ну, это понятно, тут тоже никаких сложностей нет, просто мы убрали, как бы, C с минусом и заменили на двухстороннюю скорость и на буковку F, которая выражена тоже в этих односторонних скоростях, и все. Теперь просто берем дифференциал, дифференцируем, получаем, ну, это всем известные формулы дифференцирования, тут ничего сложного вообще тоже нет, тут все понятно. Так, теперь подставляем, естественно, полученные дифференциальщики, вставляем в всем известный интервал. Получаем вот такую формулку. Значит, ну, понятно, вид ее несколько сложный, но там известный философ и мудрец был Аккама в Японии, он говорил, что надо упростить как можно сильнее. Ну, самый простой вид как бы для этого интервала, ну, естественно, самые тривиальные не берем, нулевые варианты, просто F-штрих равно константии. И тогда вот этот вид этого интервала, упрощается как можно больше. Но поскольку если это правда все, то естественно природа будет использовать наиболее простой интервал. смысл введенного Акамой вот этого решения, как бы. Ну, из F-штрих равняется константе, мы получаем легко естественно интегрирование такую формулку. А это по сути дела и есть закон Хаббла. Как это ни странно. Это просто если ввести, что B константа равно единице, а A равно H делить на C, где H постоянная Хаббла. Все дело в том, что в принципе это же могут быть масштабные множители на самом деле. Я думаю, что там как бы сложности не будет их убрать и действительно B сделать единицы в любом случае. Ну, и получается такая формула. Но это уже формула как бы вообще закона Хаббла. Если рассмотреть вот эти скорости односторонние, то легко свести. При этом вот эта вот скобочка в интервале она превращается в минус единицу. То есть мы вообще получили здесь постоянное, здесь это минус единица и вообще практически все ушло. Единственное осталось только сама буква F, которая имеет тоже не очень сложный, она имеет вид закона Хаббла. Вот если мы подставим вот в это уравнение 6 для интервала и вспомним, что для нашей синхронизации QX оно всегда ноль фактически и оно одинаково. Мы можем всегда нулю же положить по синхронизации. поэтому у нас остались только пространственные члены и фактически это получилась у нас метрика, так как мы избавились от индефинитной метрики, осталась чистая пространственная метрика. Понятно, что как бы если вести там XYZ, то по аналогии теорема Пифагора работать не будет. То есть это явно неевклидовая метрика. И по внешнему виду она относится к метрике геометрии Лобачевского. Геометрии Лобачевского там тоже примерно такое в знаменателе стоит. Поэтому тут отличий нет. Значит они неевклидовая метрики легко объясняет изменение двухсторонней скорости вообще говоря. Вернее односторонней скорости. Поскольку метрика метр не является инвариантом для этой метрики. Поскольку метрика другая. Поэтому и длины тоже не будут постоянно. То есть длина-то она будет постоянно. но вот свет когда проходят одинаковые кусочки кривой для евклидового пространства кривые пространство в которое идет свет это он считает его как прямую и вот эти кусочки они будут в евклидовой метрике разной длины. Но в той метрике в которой идет свет они будут одинаковой длины. Ну вот поэтому легко понять почему значит для света это как бы идут кусочки одинаковые а для нас которые мы наблюдаем это все из дефтлидового пространства как бы мы считаем что кусочки разные поэтому в одном месте свет идет по одной длине как бы для нас кусочком а в другом месте другой поэтому и скорость меняется вот поэтому как бы странно что как бы некоторые ученые требуют от света неизменной скорости в метрике тяжелого пространства то есть требуют рассматривая в эвклидовом пространстве неизменной скорости света которая как бы идет в неэвклидовом пространстве ну как бы вот на этом и все тут я как бы все изложил ну вывод понятен значит что как бы мы из предположения что скорость света в сторону приближения меньше чем средняя скорость света получили красное смещение а раз получили красное зависимость красного смещения от односторонней скорости в сторону приближения значит пустулировать все равенства односторонних скоростей как бы нельзя ну вот вводим новую синхронизацию часов из этой новой синхронизации получаем координату времени новую это координата дает новый интервал для каждой односторонней скорости это позволяет объяснить изменение красного смещения с расстояния разные мельники пространства при движении светового сигнала от наблюдателя к наблюдателю говорят о том что наше пространство в каждом случае движения обписывайтесь разной геометрией то есть при движении к наблюдателю одна геометрия и при движении от наблюдателя другая геометрия почему бы и нет в конце концов то сказал что должна быть одинаковые геометрии но если принять данную теорию односторонних скоростей то как бы и теория гравитации вообще принятая она так под сомнением большим но я вот тут написал что принципе есть способ объяснить возникновение гравитационного взаимодействия очень элементарный тоже элементарными формулами намного даже проще чем вот приведенные здесь и возникновение инерционной массы но если интересно это будет я могу еще один докладик прочитать но это уже другой доклад но на этом все как бы спасибо да и вам вопрос и вам спасибо ну давайте прежде чем сейчас секунду себя включу прежде чем вопросы я уже сказал так человеку который в по фамилии секерин на мне писал и попросил передать вам что вы можете найти способ измерения скорости света в одну сторону ну скорее всего я так понял он про свою книжку написал теория относительности мистификации 20 века это он себя немножко прорекламировал но сам факт вот господин секерин на говорит что способ измерения скорости света в одну сторону он может вам предоставить ну своей книжке я вам напишу ну хорошо было бы интересно просто я вот перебью просто много экспериментов проводится и сейчас по измерению этой скорости света тоже как бы ученые считают что они нашли эту возможность но к сожалению потом в конечном итоге находят варианты оказывает все таки это двухсторонней скоростью света то есть так пока и не смогли в мире в одну сторону в одну сторону но хорошо так как довольно таки ну пару-тройку человек пришло под самый конец еще не дискуссия диалога в паре словах в пару слов уложить то что вы только что сказали можете основную какую-то черту чтобы некоторые люди могли задать вопрос пару слов да ну вы сказали понимаю довольно таки много поэтому может и тяжело и вас просят дать ссылку на свою на свою работу я так понимаю виталий сейчас секунду виталий добро к вам сейчас обращаюсь если у вас есть микрофон то вы можете что-нибудь сказать и мы вас что-нибудь услышим у меня есть микрофон да ну вот вы хотите спросить все у игре про его работы можете вот сейчас просить вас все услышат хорошо хорошо знаете меня работа очень интересовало ну по разным вопросам об этом я не буду говорить но честно говоря вот файл я не видел что прикреплен это я буду смотреть и еще это сама но вот так вот по докладу все таки я скажу так что структурировать его было надо было совсем по-другому но зачем эти горох мелкие формулы столько просто просто болото и слева направо эти все умножение там деление эти все значки тащатся тащатся перетаскиваются понять это первый момент все умеют и дифференцировать и и решать эти пропорции там элементарные не надо этим заслонять идеи главное здесь идея вот вы вводите два понятия фактически скорость разделяете на скорость туда и скорость обратно правильно то есть вот здесь ну как бы вот на это и надо было делать упор а вы кроме того вот того что много понятий было введено энштейном там наши классические ну и известные механики там много тех других третьих понятия вы добавили свое и потом начали вот это все в кучу и красное смещение там и одни эффекты и другие и прочее прочее вот понимаете эйнштейновские вот эти вот там все вот эти вещи но ну как сказать ну ну болото получилось весь смесь большая винегрет большой скажем так до подход интерес очень даже интересен но вот вы как говорят там пиво отделите от мух там или еще что-то но старая прежний от вашего подхода ну прежний уже знаете как там на вяз в ушах и в зубах и вообще вот взяли бы вот делаем так 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 это 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 получаем это понимаете а так получается вот это все подтверждается ли законы хаба и трава красное смещение или нет ли что ничего четкости никакой не появилась то есть вот либо вы очень новую работу делаете либо вот нечто такое вообще непонятно действительно новые подходы к этому и это самое а так вот сейчас разбираться вот в этом что от принципиально нового вы вносите а что было вот это разгребать на две части а потом уже вот выделять именно ваша идея как ну кроме вот скорость туда и скорость обратно рад мое замечание такое мне очень интересен ваш ваш подсказ все правильно и я согласен как бы с вами но все дело в том что просто сказать что эйнштейна было так а я предлагаю вот такую синхронизацию на этом все тогда балла то не будет надо же привести какой-то эксперимент который заинтересовал бы пожалуйста приведите это же ваше так это что вот не эксперимент красное смещение это кто вот это не эксперимент какой же это ну извините эксперимент он вы вы когда красное смещение вообще зашла разговора когда эйнштейн начал разговор но это совершенно разные вещи это первый этаж или десятый этаж здания это фундамент или там вообще бы крыша какая-то если мы строим строгую теорию мы должны четко все что лежит в фундаменте четко четко определить а потом следующий а потом следующий второй этаж третий до четвертый а вот у вас эти все этажи все перемешаны вкус запах хороший конечно что я говорю венегрет хороший а вот разделить одно от другого вот что надо вот что ну я вот так вот понимаете в чем дело есть там эксперимент я приводил его но не согласна с этим экспериментом понимаете в чем дело я же публиковал эксперимент просто я посчитал что красное смещение знают все и это будет понятно так это будет понятно так это же дорогой мой но игорь но экспериментов у нас вот на каждый эксперимент 10-20 теорий вы поймите на каждый а потом на новые на основе выбирается какая-то теория более-менее такая ну расхожая типа голосование там или академик какой-нибудь и по соответствии с этой теории выводятся коэффициенты те другие трети эмпирические и снова делается еще один эксперимент с подтверждением а какой вот коэффициент эмпирический туда вставить туда и так далее так далее вот так вот это все строить шаг за шагом эксперимент это чистые процессы все эксперименты это сочетание процессов реально а их трактовка масса трактовок и начиная вот вот у вас новая трактовка до скорость туда и скорость обратно разные вот это это должно быть самом фундаменте до всяких красных смещений до этих изменений эйнштейновских всяких времен там ты от масса бог знает ну не хочу я это сейчас хохлому повторять ну хохлому я так говорю описал в моем понимании это вот все уже это все знают все институты заканчиваем всех справочники есть там все посмотрите мне самом начале стоит попробуем получить сразу помощи разных односторонних скоростей света и так далее ведь унштейна сказано что невозможно получить разницу в эксперименте я показываю что возможно получить что разная односторонняя скорость приведет к разному эксперименту вот и все нет но вот когда вы начинаете синхронизации вот эти моменты вот самая постановка вот самая логика сама которая заложена унштейна и у вас вот она интересно дальше это корни извлекать но это дело техники она вообще так думаю это понятно чтобы ошибок не было правильно но это критически вот ну вот вот так вот тогда вот с этой логикой четко такую можно уже действительно корни извлекать уже навязли я же как бы не лично для вас писал понимаете не все же как бы там сразу вникают в предложении тогда можно сделать обычно так вот там для него это там нет и манимая отдельно и поэтому это занимает нет знаете мы очень много времени занимаем маленькое замечание принципе работа интересная я вот буду разбираться в ней и тогда да это я я давно вот эти моменты тонкие всякие еще и вот ваш момент я впервые ваш подход ваша логика вот с вашей логикой вот интересно пошевелить вот эту теорию эйнштейна просто пошевели знать как елку новогоднюю смотрите слева и справа с ваша с ваш именно с вашей идеи спасибо вам виталий мы это учтем давайте дальше тут задают вопросы я вас с вашего позволения отключать да да когда так вот давайте сначала задал вопрос сергей юдин на какой эксперимент объясняется только вами что значит только мною не понял который я рассказывал в ответе нет я я так понимаю было правильно сказано виталием то что есть тысяча один эксперимента и каждый этот тысяча один эксперимент подверг объясняется тысячи одной теории я так понимаю что сейчас имеется ввиду то что с какой-нибудь эксперимент который можете объяснить только вы с таким вы сталкивались хотя на самом деле это на мой взгляд довольно таки тяжело из то что если я сейчас какой-нибудь эксперимент проведу его назову то сразу десять человек которые здесь есть сразу все какое-то объяснение ему смогут найти вот именно нет такого нет конечно только я как бы какой-то эксперимент объясню но есть вот некоторые эксперименты которые действительно можно объяснить вот красное смещение можно объяснить вот я на нашел еще там один эксперимент с измерением длины там используется методика эйнштейна естественно поскольку рассматривается основном вот теория эйнштейна можно найти там как бы один недочет тоже с использованием разных скоростей света к наблюдателю и вот наблюдатели и в этом случае длина будет разная измеряемого стержня при приближении при удалении это получится разница в эксперименте вот такой вот есть эксперимент но опять же сергей спрашивает или или эксперимент который другие теории объясняют хуже это опять довольно таки сложность то что тоже квантовая механика которую вроде бы любит очень много людей ну по крайней мере это та теория которая под собой объединяет наибольшее число людей из того что сколько бы нас не было здесь сейчас человек каждый наверное в свою теорию какую-то верит ну квантовых механистов получше здесь будет но все-таки некоторые у них теории объясняют некоторые эксперименты объясняется довольно таки сложно коряво либо другим каким-то способом вот в этом плане эксперименты которые другие теории объясняют хуже не в том дело теория это может и хорошо объясняет вот квантовая этажа механика но просто если она использует двухстороннюю скорость света правильно то она будет объяснять хуже а если она будет использовать двух разной односторонней скорости она может будет объяснять лучше то есть я то просто предлагаю рассматривать разные односторонние скорости все как бы это для любой теории я объясню почему почему именно и вот давайте я прочитаю комментарий николай иванович красное смещение зависит только от расстояния а скорости света нет красное хорошо красное смещение есть и солнечной системе в виде смещения спектра отраженного солнечного света и зависит только от расстояния до наблюдаемой планеты а вот взаимной скоростью будет это красное смещение промодулирована вот такой комментарий вы его видите игорь на в чате написан то что одином черногоровом вот можете его прокомментировать как-нибудь но черногорова как бы давно с ним общался выражение о скорости света нет я никак не могу прокомментировать но поэтому как бы тут я не совсем понимаю вопрос что от меня требуется так но вот опять господин николай иванович пишет про скорость света я предлагаю у вас сейчас со звуком проблемы так что придется мне односторонне так говорить чтобы вы сделали доклад в котором желательно быть с картинками а то мне тоже на самом деле тяжело понимать что вы порой имеете ввиду и сейчас я думаю не совсем будет справедливо обсуждать теорию не докладчика поэтому вот предлагаю вам в какой-нибудь день делать свой доклад и к слову что было сказано выше в это тоже у скор у вас скорость одна скорости односторонний односторонний но данные негодные не знаю что сергей юдин имел ввиду под этим если у него был бы микрофон то было бы замечательно если бы он сказал это вживую но если нет может каким-то образом прокомментирует что он подразумевал под негодными данными если если вопросов тематических сейчас нету то спросим у игоря вам еще по теме есть что может сказать может в комментарии к тому что в общем было вам сегодня сказано да честно говоря мне так как бы больше ничего добавить пока как бы даже не думал то есть если есть вопросы то я ответить готова так да ну хорошо но тогда понятно раз вопросов нет то на этом мы закончим наш тематическую наш тематического беседа так от